Примем ее в нашу команду и какие результаты покажет, окажется лучше, значит, на поэты от города Самары на соревнование. Еще один герой этого сюжета – волонтер. Вот скажите, как вы с ними сотрудничаете и как вообще попасть в это, может быть, движение? Надо ли этим заниматься? Ну, волонтер – это не то, что слово «надо». Это очень нужное движение, которое должно быть осознанным. У нас вот молодые ребята очень много приходят в десницу. Они приходят в «Парус надежды». Это общественная организация, где именно очень сложно с передвижением ребятишек, взрослых. И очень много сделано именно волонтерами. То есть благодаря волонтерам будут поездки за город. Благодаря волонтерам они всякие спектакли. Вы не представляете, какие спектакли детские ставят волонтеры вместе с детьми, инвалидами. То есть волонтерское движение нужно, необходимо. И самое главное, чтобы те волонтеры, которые пришли в это движение, понимали внутри себя, что он делает для человека добро. И это всегда добро обернется добром. То есть это нужно делать. Да. Совсем скоро вот наступит новый учебный год. Вот в этом отношении ваша организация что-то делает уже перед новым учебным годом? И что? Ну, во-первых, уже несколько лет подряд все детишки-инвалиды, идущие в первый класс, у нас обязательно получают подарки. Вот наша городская организация организовывает два мероприятия. Первое мероприятие мы организуем совместно с департаментом. Это пройдет, мы берем 50 детишек, 50 мам, на круглый стол, который будет проходить на теплоходе. С подарками. Здесь два в одном и круглый стол и круглый стол. Дети будут развлекаться, с детьми будут заниматься, мамочки будут общаться с представителями здравоохранения, департамента, департамента опеки и попечительства, образования. А дети будут, да, у нас сюрприз будет на этом мероприятии. У Деда Мороза есть представитель в городе Самаре. Летний. Да, летний представитель. Он готовит уже встречу с Дедом Морозом. И мы хотим вот тем деткам, которые придут к нам на теплоход, пообщаться с этим молодым человеком и передать Деду Морозу. Если ребята могут написать о своих добрых делах, то написать Деду Морозу именно о своих добрых делах. Если не могут они еще писать, тогда пусть мама напишет, какие добрые дела ребенок сделал за этот год. И мы отправим это все Деду Морозу. То есть вот такое вот у нас мероприятие. Да, ну как взрослые люди мы понимаем, что это мотивация, да, мотивация ребенка. Да, да, да. То есть любой ребенок, он, понимаете, у него какие-то есть ограничения. Но если есть стимул сделать что-то, это толчок для того, чтобы ребенок развивался дальше. Это по деткам, маленьким первоклассникам. Выпускники прошлогодние, инвалиды, получили материальную поддержку для того, чтобы они пришли на выпускной бал, хорошо одетые, то есть достойные члены общества и чувствуют себя немножечко некомфортно. Дальше у нас мероприятие городская организация готовит. У нас есть такой развлекательный центр Лимбо. Он находится, самое лучшее сейчас расположение, он находится на площади Кирова, Вива-Лэнд. Вот там каждый ребенок, который мы пригласим, но здесь мы детей приглашаем через общественные организации, получат карточку на честь 400 рублей, час бесплатных аттракционов. Вот такой праздник мы сделаем в честь Дня Знаний. Ну вот это вот ближайшая перспектива. Вопрос от Елены Николаевны. У меня ребенок инвалид детства, ему 4 года, он не сидит, не стоит, не держит голову, у нас смешана травма, поврежден позвоночник при родах и ДЦП. Мы с мужем активно занимаемся его лечебным оздоровлением, обращаемся в разные больницы и инстанции. Предоставляет ли в нашем городе специальный транспорт, чтобы с таким маленьким тяжелым ребенком можно было добираться до места лечения? Вы знаете, на сегодняшний момент в программе вот по доступности среды предусматривается транспорт, предусматривается, но на сегодняшний момент еще нет. Вот на сегодняшний момент нет транспорта. Еще немножко подождать, да? Но, но, в центрах семья, вот я знаю точно, в промышленном районе есть специализированный транспорт, газель. То есть я думаю, если, в каком районе живут, не сказано? Нет, к сожалению. Но телефон есть. Ну вы давайте, мы запишем. Да, можно. Телефончик, да, и мы постараемся пообщаться с этой мамой и попробовать порешать. Но мой вам совет, у нас есть очень хороший реабилитационный центр «Журавушка», вот с такими сложными детками. Попробуйте вот пообщаться там с докторами. И есть ЦВР творчество, там тоже был очень хороший специалист именно вот по таким деткам. Продолжим тему нового учебного года. Существует у нас уже несколько лет активное инклюзивное образование, внедряется в нашу жизнь. Мне хотелось бы, знаете, что узнать, как нужно правильно принять решение, отправлять ребенка-инвалида в обычную школу, либо вот в коррекционную специализированную. Потому что движение пошло, родители, значит, вдохновились, вдохновленные, что мой ребенок такой же, как все, пусть идет в нормальную школу. Ну, чтобы показать ему, как это, и самим убедиться. Но я знаю, что случаи, когда дети страдают, и сами родители потом не рады тому, что они отправили, и просто принимают непонимание постоянное. Ну, вы понимаете, в чем дело. Отправить в обычную школу ребенка, это не обязательно каждый день ходить на занятия. Это может быть домашнее обучение. Есть и домашнее обучение, но зато на общее мероприятие ребенок может идти. И он уже, общаясь с обычными детьми, все равно он легче воспримет, когда вырастет и пойдет в обычную жизнь. Понимаете, мама с папой, они не вечны. У меня есть примеры, когда дети были воспитаны мамой и бабушкой, и, понимаете, вот сейчас не дай Бог, что-то с ними случится, а он окажется один. То есть у него нет сейчас ни друзей, ни общения, круг общения. Он один. Мама, бабушка и я. Вот. Здесь я считаю это неправильно. Инклюзивное образование – это очень хорошо. Но есть такие случаи, которые могут дети учиться только в коррекционных школах. Это специфика каждого ребенка. Каждого родителя должен определить, как лучше для ребенка. Понимаете, мы иногда хотим показаться, какие мы хорошие, но мы забываем о том, что травмируем ребенка. Может, в этом случае, вот, в каком-то определенном ребенке лучше бы учиться в коррекционной школе. А вот со стороны учебного заведения они могут как-то тоже корректировать, если они видят, что это не их ученик? Или нет? Они могут. Или кто принимает? Родители только принимают? То есть я считаю, нет, у нас есть комиссия, которая определяет, где ребенок может учиться, все. Но иногда родители не доверяют комиссии. Они считают, что мама знает лучше, чем. Иногда бывает это и так, что мама лучше знает, чем комиссия. Но это очень редко. Любовь Михайловна, мне 83 года, инвалид второй группы. Недавно перенесла инфаркт и инсульт. Я одинокая, живу в квартире одна. Как я могу отремонтировать квартиру, кто мне поможет? Вы знаете, как? У нас вот по программе ремонта квартир, там в положении прописана только первая группа. Вот. А переоборудовать вам квартиру нет смысла. Сколько? Она ветеран труда, по идее, да? Не знаю. Ну, вы знаете, как? Настолько индивидуально. Телефончик есть? Есть. Давайте пообщаемся. Не могу сейчас ответить. Вот с точки зрения обывателя, мне всегда интересна такая ситуация, что люди, когда приобретают инвалидность, и приобретают еще желание заниматься спортом вместе с этим. Вот что происходит? Почему вот эти, кажется, несовместимые занятия? А почему несовместимые? Ну, вот человек плохо со здоровьем, и вдруг я начинаю заниматься спортом. Для обывателя, вот для обычного человека какой-то нонсенс. Нет, почему? Вот смотрите. Например, если человек легочник, да? Ему надо пить. Угу. Угу. Есть, например, плохой вот, ну, мышечные проблемы, да? Если он начинает заниматься, но в разумных пределах, и обязательно под наблюдением. У него наращивается масса, да? И он уже более сильным становится. То есть спорт – это тоже своя реабилитация, вид реабилитации. Но каждый человек должен определить, что он хочет. Давайте. Я как раз хотела узнать, у нас в Самаре есть возможности для того, чтобы инвалиды занимались спортом. Есть возможность. Вот они придут в любой фитнес-центр, могут прийти? Нет. Или опять существуют какие-то ограничения? Все равно есть, вы понимаете, прежде чем заняться каким-то, обязательно должна быть рекомендация врача. Обязательно. То есть мы не знаем своего организма так, как знает врач, что этому человеку можно, а что этому человеку нельзя. Но все равно иногда мы делаем так, как нам запрещают врачи, и в результате тоже получаются хорошие. На перекор, да? На перекор судьбе, да, да, да. Но это все зависит от человека, понимаете? Здесь индивидуально, здесь в общие фразы говорить нельзя. Но специализированные спортивные центры, комплексы есть все-таки, да? Или нет? Вы знаете, я не знаю. Не знаете. Да. Честно, не знаю. А как происходит трудоустройство? Сегодня остаются те же квоты в тех же размерах? Это размерах. Да, все осталось в тех же размерах. Но вы знаете, пошли звонки от больших солидных организаций, которые просят присылать инвалидов. Да. А в чем у них интерес у этих больших организаций? Ну, какой? Если не трудоустроено от количества вот всех человек, то есть трудящихся в их организации, должно быть определенное число инвалидов. А если нет определенные, ну, не штрафные санкции, а определенные условия, да? И организациям выгодно организовать место для инвалида. Даже вот я сегодня задавала вопрос, мне вот позвонили, сказали, вот нам нужен копировальщик. Я говорю, вы понимаете, а вы сумеете оборудовать специальное место? Да, они говорят, мы готовы принять на эту должность, но этот человек может быть на колеске, но он должен владеть компьютером. То есть, понимаете, готовы взять. А информацию узнать вот о вакансиях? Служба занятости. Сейчас у нас в городской службе занятости. То есть, есть человек, который занимается чисто трудоустроенством инвалидом. Это очень важно. Соколова Нина Григорьевна, Старая Загора, 157. Инвалид второй группы, ветеран войны. Встала на очередь на коляску, но мне даже не говорят примерные сроки получения. Когда же я получу коляску и как это ускорить? Потому что у меня уже нет сил лежать. Вы знаете, такой сложный вопрос. Я впервые слышу, что проблемы с колясками. Телефон есть? И телефон, да. Давайте выясним. В течение двух-три дней я вам дам информацию. Потому что сейчас я не готова ответить на этот вопрос. Вот еще говорят, что у людей с инвалидностью есть такое мнение. Если лишен чего-то человек, то восполняется в другом и много. Я хочу узнать, что есть, конечно, и творческие люди, и таланты. А где можно в нашем городе поддержать этих людей, ознакомиться с этим творчеством? Ведь они же не для себя творят, а хотят самовыразиться, и чтобы это еще поглядели. Все правильно. В нашем городе есть удивительные вещи. То есть мы уже много лет, более 10 лет в нашем городе проводим творческий фестиваль инвалидов. То есть там люди показывают, как они поют, как они читают стихи, как они танцуют, как они считают прозу, стихи, вот такие вещи. Плюс поделки. Показывают такие поделки. Вот мы провели выставку поделок. То есть мы предложили людям привезти все, что они хотят. Все было снято. И с 15 по 18 августа в Лос-Анджелесе пройдет презентация всех вот этих поделок и художественных номеров, которые мы подобрали в Америке. День Самары будет в Америке, в Лос-Анджелесе. Но мы уже начали подготовку к новому фестивалю «Люблю тебя, моя Самара». Результатом вот этого фестиваля по общественным организациям будет единый фестиваль в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Вот. И там люди могут прийти, посмотреть, увидеть и принять участие через управление соцзащитой. То есть пусть приходят, мы готовы принять всех. Замечательное название, кстати, фестиваля. «Люблю тебя, моя Самара». И хотелось бы, чтобы Самара тоже повернулась лицом. И чтобы мы не только, вот мы и Самару любили, а чтобы вот Самара тоже привела и обустроила. Ну вот если мы говорим о том, что, о доступности тех же вот объектов и так далее, чтобы тоже быстрее бы это как-то продвигалось. Ольга Николаевна спрашивает. Скажите, пожалуйста, название вашей организации, где находится, и дайте, пожалуйста, телефон. Телефон 333-6305. Находится Никитинская, 137. Организация называется «Самарская городская общественная организация», «Самарская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов». Инна Павловна, еще раз телефон, боюсь, что не успею. 333-6305. И еще я хочу сообщить вот еще о чем. Значит, мы провели в этом году литературный конкурс «Люблю тебя, моя Самара». И результатом этого конкурса, я думаю, где-то в середине сентября будет презентация этой книги, в которую вошли не только произведения, но там есть фотографии в нашем городе, и есть фотомастерская, фотографии детей-инвалидов нашего города. Творчество, оно всегда доступно, да? И не надо вот опускать руки. Надо хотеть. Надо хотеть. Это самое главное. Надо хотеть. Спасибо огромное. Жить, любить и работать. Спасибо вам за ваш оптимизм и за вашу работу. Такую нелегкую. Единственное, что я хочу сказать всем жителям нашего города. Любите тех, кто с вами рядом. Ну что ж, спасибо, уважаемые телезрители. Прощаюсь, до следующей встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова